Redmi Note 10 Pro и Samsung A52 Ну, сынок, иди сюда Мы будем сейчас смотреть дядю Андрею Что он нам расскажет про Samsung Хорошего, да? Да нет Шопы Xiaomi будут гореть, или фанатов Соль земли в совокупности не очень съедобна Xiaomi просто не умеет Что Xiaomi здесь сливает Очень-очень сильно Привет, друзья, вы на канале Q.ru И у нас время жаркого сравнения Действительно, все этого долго ждали Наверняка, это Xiaomi Redmi Note 10 Приставкой Pro Против его главного, наверное, врага В данном бюджете Это Samsung Galaxy A52 В принципе, люблю сравнение Samsung с Xiaomi Там всегда есть, что сравнивать Но здесь это прям смартфоны Которые, в принципе, играют плюс-минус В одном ценном сегменте И здесь много отличий Интересно сравнить И, кстати, очень наглядное видео Как цифры вообще не влияют на итоговый результат В этом видео вы это очень наглядно увидите Но, конечно, не забудьте посмотреть Сколько смартфонов стоит В каких цветах есть сейчас по ссылке под видео В магазине Q.ru С трехлетней гарантией И напоминаю, что специальные цены Только для тех, кто переходит с YouTube Они ниже, чем для тех, кто просто переходит с какого-нибудь Google Или Яндекса Ну и не забывайте, что задавать свои вопросы можно в комментариях под этим видео В том числе и управлять Если что-то вдруг заметили И заодно примите участие в нашем ежемесячном розыгрыше Интересного смартфона В начале следующего месяца мы его проведем И для этого нужно всего лишь оставить Любое случайное комментарий под видео Быть подписанным на канал И открыть подписки, чтобы мы проверили второй пункт В любую точку Российской Федерации Все, отправим Всем удачи! Redmi Note 10 Pro и Samsung A52 Это так называемый, как соль земли Наверное, смартфоны самые адекватные По соотношению цена и получаемые характеристики Потому что дороже это уже смартфоны Где нужно платить или за повышенную мощность Или за какие-нибудь камеры Изогнутые дисплеи В общем, все то, что не особо-то и многим надо Но смартфон действительно имеет очень много отличий Это проявляется уже даже во внешнем виде И вот, знаете, со внешним видом здесь у меня двоякое отношение Потому что в целом, когда я просто смотрю на сами смартфон А не беру их в руки Мне больше нравится, конечно, как выглядят Xiaomi И дело даже не только в цвете Красивом медном, который у меня здесь на руках Но в целом, задняя крышка здесь стеклянная У Samsung это пластик сзади во всех версиях Пластиковая, в принципе, боковая часть И у Xiaomi, и у Samsung это особо не будем трогать Но у Xiaomi дополнительно имеется еще полноценное стерео И сверху, и снизу В то время как у Samsung это полуторная, так называемая То есть вызывной динамик снизу И голосовой, как второй динамик, используется Кроме того, все-таки мне как-то более эффектным кажется Модуль камеры, который сделан в Xiaomi Redmi Note 10 Pro Это уже фактически такая фишечка модная Именно для этой линейки Серебряным цветом оборвена основная камера Сама вот эта камера выполнена аккуратнее на Samsung Она здесь сделана немножко выступающей над корпусом И одним таким модулем В то время как у Xiaomi Она в целом над задней крышкой выступает очень сильно И причем она двухуровневая В принципе, Samsung, допустим, изначально продается без чехла И совершенно спокойно он кладется на стол Лежит, и ничего с ним не происходит Монолитно лежит В то время как Xiaomi болтается как не знаю что в какой проруби Но из-за вот этой огромной выступающей камеры Без чехла нельзя использовать как раз таки Xiaomi А Samsung совершенно спокойно можно Причем по весу Samsung несколько даже легче Но он, правда, и меньше То есть у него меньше чуть-чуть дисплей Буквально на 0,2 дюйма Но он ниже ощутимо И в том числе и по ширине тоже он компактнее То есть сам смартфон по себе несколько меньше Про это я говорил в обзоре РНО 10 Pro Маркетинг Китайцы полюбили маркетинг, но впихивают его фактически, наверное, куда даже не следовало Дело в том, что оба смартфона во многих проспектах можно встретить упоминание про защиту от воды Действительно, защита от воды в обоих смартфонах присутствует Но вот здесь игра слов Потому что в Xiaomi это только брызгозащита по стандарту IP53 Фактически это очень маленькие цифры, чтобы говорить о том, что смартфон хоть как-то защищен от воды Твою мать, это не защита смартфона и его внутренности от воды Это просто красивые слова, которые льют в уши В то время как у Samsung полноценная защита от воды по стандарту IP67 Смартфон может в пресную воду на полчаса погрузиться на глубину до метра и ему ничего не будет Ощутили разницу? Я думаю, ощутили Поэтому, что касается еще внешнего вида, у Xiaomi есть еще одно важное преимущество Это слот под две сим-карты и карту памяти не комбинированный, как в Samsung Где приходится убирать или две симки, или карта памяти А здесь уже полноценный, то есть вылезает и две симки, и карта памяти С другой стороны, у Xiaomi младшая версия на 64 габайта встроенной памяти У Samsung это уже 128 И топовая версия для Xiaomi это 128 габайт встроенной памяти А у Samsung это уже 256 Мне кажется, 256 в наше время уже хватит совершенно всем Кроме того, конечно, у Xiaomi в дополнительных плюсах есть дополнительный инфракрасный порт Для управления различной техникой Ну, получается, уже много отличий получилось Хотя в обоих смартфонах есть уже разъемы USB Type-C для зарядки Есть разъемы для наушников Тут уже, понятно, все плюс-минус одинаково Хотя у смартфонов есть еще, как по мне, очень и очень важное отличие Это отпечаток пальца У Samsung это отпечаток в дисплее Традиционно уже мы видели в разных смартфонах Samsung И работает он вроде более-менее ничего Но у Xiaomi работает лучше Потому что он встроен в боковую клавишу На правой стороне смартфона И он, в принципе, работает всегда быстрее и стабильнее Чем любой отпечаток даже в более дорогих смартфонах Поэтому за это еще один дополнительный плюсик Xiaomi, конечно, прилетает По дисплеям, знаете, здесь уже, можно сказать, такой уверенный будет батл И суть даже не в разнице диагонали Это 6,67 у Xiaomi и 6,5 дюймов у Samsung Разница не очень большая, но она здесь есть Матрица, опять же, у смартфонов тоже обоих AMOLED, это Full HD матрица У Samsung это частота развертка 90 Гц У Xiaomi это 120 Гц Если же говорить за сами дисплеи То принципиальных отличий между смартфонами я особо не увидел Оба смартфона имеют AMOLED матрицы Есть темные темы Есть различные цветовые температуры Оба Sony дисплеи также поддерживаются у обоих смартфонов То есть, в принципе, я не могу сказать, что здесь какие-то серьезные преимущества Один смартфон имеет перед другим Да, 120 Гц у Xiaomi, но 90 Гц у Samsung это тоже неплохо В производительности уже есть различия Дело в том, что оба смартфона работают на процессорах Snapdragon Для Samsung это особо удивительно, но в то же время приятно Но процессоры, в принципе, сами по себе разные Это Snapdragon 720 с приставкой G у Samsung И на выбор 4 или 8 ГБ оперативной памяти Соответственно, для 128 и 256 ГБ встроенной памяти То есть, в то время как у Xiaomi это уже или 6 или 8 ГБ оперативной памяти И процессор Snapdragon 732 Смартфоны фактически имеют все-таки идентичные процессоры Немножко разогнано видеоядро дополнительно у Xiaomi Немножко повыше какие-то дополнительные алгоритмы Но в целом 732 Snapdragon это фактически тот же самый перелицованный 720 С небольшими правками Смартфоны, вот просто приложение, если открывать Смартфоны открывают плюс-минус их с одинаковой скоростью Где-то даже быстрее открывает Samsung Хотя, может быть, проблема в анимации, которая у Samsung Немножко попроще в самой системе Чем у, честно говоря, перегруженной разными анимациями и плюшками MIUI в Xiaomi Но здесь есть следующая подоплека Xiaomi позиционируется еще и как игровой смартфон При этом в Antutu смартфоны набирают, в принципе, одинаковые баллы На уровне погрешности Более того, вспоминаем про одинаковое видеоядро И получается, что смартфоны для игр подходят одинаково Есть небольшое преимущество У смартфона больше качества оперативной памяти в сложных приложениях Но оно действительно небольшое В основном все-таки нагрузка идет на видеоядро Если касаться игрушек А как помните, здесь оно действительно одинаковое Это Adreno 618 Причем у Xiaomi, несмотря на то, что он игровой И позиционируется как игровой Есть серьезная проблема с нагревом смартфона На высоких настройках и Samsung, и Xiaomi запускают игрушки И уже через минут 10-15 Xiaomi начинает греться и троттлить Активно сбрасывать производительность смартфона В результате менее стабильной частоты кадров В одинаковых условиях получается у игрового смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro О, кстати, у нас Xiaomi с 8 гигабайт оперативной памяти А Samsung с 4 При этом в Antutu у Xiaomi 350, а еще у Samsung 320, что ли Вот вся суть Xiaomi настолько пытались запихнуть в свой смартфон Столько разных плюшек и мегапикселей Что получилось, честно говоря, в совокупности Не очень съедобно Фанаты Xiaomi, конечно, со мной могут не согласиться Но, ребята, это объективная данность Живите с этим При этом по батарейке смартфоны тоже достаточно близки У Samsung это 4500 мА батарейка Напоминаю, при диагонали 6,5 дюймов У Xiaomi это 5000 мА при диагонали 6,7 Я отмечал в обзоре Redmi Note 10 Pro Почему-то смартфон очень сильно поджирает батарейку Даже если смартфон просто лежит сам по себе Поэтому Samsung живет в таком же сценарии использования Несколько дольше, чем Xiaomi с большим аккумулятором При этом заряжается Samsung здесь медленнее Полностью смартфон Xiaomi заряжается за час И даже чуть-чуть меньше В то время как у Samsung уходит на это чуть больше, там, час 20 где-то Но, что касается камер Вот здесь уже торжество маркетинга И разнесем его в пух и прах Начнем с селфи-камер 16 мегапикселей у Xiaomi 32 мегапикселей у Samsung Больше количества мегапикселей у Samsung Но принципиальной разницы в селфи-камерах Я здесь, на мое удивление, не вижу Немножко получше детализация, конечно, у Samsung Но, в целом, качество селфи здесь в обоих смартфонах неплохое Хотя, вот, по цветопередаче, честно говоря, откровенно Samsung поинтереснее А вот, что касается основных камер То следите за руками Потому что здесь Xiaomi будет вас крутить, вертеть и запутать хотеть И кого-то даже удастся Судите сами Основной модуль в Xiaomi 108 мегапикселей В то время как в A52 всего лишь жалкие 64 мегапикселя По вспомогательным камерам, правда, Samsung уже побеждает Здесь широкоугольная камера на 12 мегапикселей В Xiaomi это на 8 Макрокамера в смартфонах одинаковая по 5 мегапикселей Ну и камера для портретных снимков в Samsung на 5, а в Xiaomi на 2 мегапикселя Но, в основном, все-таки, всех интересует основная камера И вроде здесь как большее количество мегапикселей здесь стоит в Xiaomi Правда, матрица стоит от компании Samsung И вот дальше, опять же, я не знаю, на что пинять конкретно То ли на сырость прошивки, то ли на криворукость еще чего-то То ли Xiaomi просто не умеет Но факт остается следующим Здесь вот, на самом деле, очень наглядный показатель того, что мегапиксели не решают абсолютно ничего Важна правильная работа с настройками камеры, с их алгоритмами И в том числе нормальная стабилизация Дело в том, что у Samsung присутствует еще и оптическая стабилизация на основной камере Которая полностью отсутствует, такова в Redmi Note 10 Pro Это дает нам как раз, собственно, следующие результаты Xiaomi Redmi Note 10 Pro соревнуется с Galaxy A52 Более-менее на равных только в хороших, понятных условиях освещения Но, на самом деле, если отойти от дневных сценариев съемки А то здесь внезапно оказывается, что Xiaomi здесь сливает очень-очень сильно Но, вот в этом сравнении двух смартфонов, в авторежиме Samsung обыгрывает Xiaomi вчистую В видео унижения продолжаются еще больше Потому что Xiaomi не имеет оптической стабилизации Имеет только электронные и только Full HD Samsung с оптической стабилизацией спокойно вывозит Не дрожит ни в Full HD, ни в Full HD 60 FPS, ни в 4K По части видео Samsung тоже в одну калитку с разгромным счетом просто разносит Redmi Note 10 Pro В общем, получилось, что Xiaomi с камерой от Samsung на 108 Мп без стабилизации Проиграл Samsung с камерой Samsung, но с оптической стабилизацией Но мегапикселей меньше Вот такие дела Давайте хоть где-нибудь похвалим Xiaomi Прежде всего, похвалим его в звуке Смартфоны, в принципе, оба и Samsung и Xiaomi имеют разъемы для наушников У Xiaomi он сверху, у Samsung снизу В принципе, оба смартфона при этом имеют стерео Но все-таки у Samsung он нечестный Используется, так называемый, полуторный стерео Когда основной вызывной динамик это главный динамик И второй, который играет не в полную уже силу, откровенно Это голосовой динамик У Xiaomi реализован уже полноценный стереозвук Снизу динамик, сверху динамик И еще голосовой отдельный По части связи у смартфона, в принципе, полный паритет Две SIM-карты там и там 5G не поддерживается Поддерживается Wi-Fi 2.4 и 5 Гц Шестерки тоже тут нету Есть NFC, Google Pay в Xiaomi, Samsung Pay в Samsung Ну и по прошивке смартфоны Оба работают на 11-м Android 10 час А вот подход к прошивкам у смартфонов тоже капитально разный MIUI 12-й версии у Xiaomi И One UI версии 3.1 у Samsung Главная моя претензия в сравнении этих двух смартфонов Xiaomi полежала просто на столе часочек Или два Или, допустим, вы легли спать А вот вы посыпаетесь У вас просто полный рабочий стол забит рекламой от GetEPS Скачай это приложение Вот эту игрушку скачай, пожалуйста При установке каких-то приложений Тоже вам будет показываться реклама От Xiaomi Они за все это копеечку, конечно же, получают На вам мозг засирают Ну и давайте вывод подведем по двум устройствам Наконец детально мы все рассмотрели Ну и итог По сути Xiaomi побеждает Samsung Только в паре моментов Стеклянная задняя крышка против пластика 120 герц дисплей против 90 И что там, 108 мегапикселей камера Стерео полноценная Ну, не особо такие серьезные преимущества В то же время у Samsung имеется полноценная защита от воды IP67, что я считаю очень важным преимуществом Ощутимо лучше фото и видеокамера Прям ощутимо лучше И в остальном смартфон также не проигрывает Здесь вроде как и стерео есть И повышенная герцовка Как итог, для большинства пользователей Которые просто хотят пойти купить смартфон и пользоваться Из этой парочки конкретно Я бы однозначно рекомендовал, конечно, Samsung A52 Если же вы не хотите все-таки Samsung По какому-то причине вы его не переносите То в случае с Xiaomi я рекомендую обратить внимание на его предшественника Это Redmi Note 9 Pro или даже Redmi Note 8 Pro Смартфоны вообще не хуже Вот вообще не хуже по производительности Конкурентов многовато И на фоне них, честно говоря, Xiaomi Redmi Note 10 Pro просто теряется Что, честно говоря, для меня тоже непривычно Xiaomi это обычно такие убийцы Много кого А вот здесь как-то не получилось Из этих двух однозначно интереснее Samsung По специальным ценам для наших зрителей Посмотреть, сколько эти смартфоны стоят В каких цветах есть И уже сделать выбор И в комментариях не забыть написать А что бы вы конкретно выбрали из этих двух смартфонов Samsung, Xiaomi и почему Заодно примите участие в нашем розыгрыше Может быть выиграете классный смартфон Если еще подпишетесь и откроете подписки И вам повезет На этом, пожалуй, что все Жду всех, кто не согласен с этим видео Поспорим, пообщаемся Но все доказательства я вам показал Это, конечно, уже ваша задача Верить, не верить Я постарался быть как можно более объективным Хотя без своего мнения, конечно, не обошлось Но, как обычно, всем чмоки С вас лайк, подписка Samsung, у тебя перевод, я тебя жду Пиши мне в личку Ну и, конечно, всем хорошего настроения И пока Субтитры сделал DimaTorzok